Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Посмотрите, какая сзади у меня тут красота вообще просто невероятная. Это залив Днепра, Венецианский пролив. Я здесь постоянно купаюсь в Киеве. Смотрите, друзья, 8 лет занимаюсь маржеванием. И хочу рассказать в этом видео очень быстро, очень коротко, что нужно делать, когда вы решили покупаться на крещение. Какие основные правила, как это правильно сделать, чтобы себе не навредить. Потому что это опасное увлечение, опасное занятие. Если вы не подготовлены, могут быть очень серьезные проблемы. В этом видео вы обо всем этом узнаете. Увидишь, что ты подписан на канал, поставь лайк или дизлайк этому видео. Ну, а мы продолжаем. Друзья, покупался только что в этом Днепре, буквально 5 минут назад. То есть, вот прям только-только вылез с воды. Поэтому я такой на адреналине. Чувствую, как вышел, выделились гормоны, нужную кровь. И этот гормон самый главный, адреналин, конечно. Именно о нем сегодня будет речь идти в этом видео. Вы должны понимать, что когда выделяется адреналин, это не только гормон, который позволяет вам прыгать выше, бежать быстрее. Гормон стресса, который выделяется над почечниками. Это гормон, не забывайте, который обладает мощнейшим противовоспалительным действием. Противовоспалительным действием на уровне кортикостероидов. Именно этот гормон вам не даст ни в коем случае заболеть, когда вы будете купаться на купание в проруби. Да, вот, допустим, на крещение. Если даже если вы первый раз начнете, и начнете, допустим, свое купание при минусе даже, минус 6, допустим, не имеет значения, с вами все будет хорошо, вы не заболеете. Это я вам гарантирую. Но смотрите, нужно сделать основные и главные требования, это у вас не должно быть никаких противопоказаний по сердечно-сосудистой системе. То есть здоровое сердце обязательно, здоровые сосуды, у вас не должно быть каких-то проблем в предыдущей жизни, да, до этого. То есть здоровое сердце обязательно. И, следуя четкому алгоритму, нужно зайти в воду и выйти с нее. Итак, по порядку, потому что хочу сделать видео реально очень коротким. Как нужно заходить в воду? Вы приходите, вы немного разогреваетесь, то есть это совсем немного. Я имею в виду, это может быть, например, просто небольшая разминка, помахали руками, ногами, там чуть-чуть поприседали, чуть-чуть, может быть, поджимались пару раз. Вы не должны ни в коем случае вспотеть. То есть просто чуть-чуть разогреться и все. После этого, когда вы вот так разогрелись, буквально это должно занять 5 минут, не дольше. То есть не длительная разминка. Вы быстро раздеваетесь. Перед этим вы подготовили себе всю нужную одежду, все разложили так, как надо, там, тапочки взяли с собой или какой-то коврик, и все уже разложили, подготовили. Или вам кто-то рядом нужно стоять, вам это все помогать. Вы должны быть не сами, обязательно не сами. Вы еще не знаете свой организм. То есть с кем-то, кто находится рядом с вами, и кто, ну, обычно там на крещении, обычно народу куча рядом, поэтому проблем, я думаю, не будет. Вот. Вы быстро раздеваетесь. Раздеваться нужно снизу вверх. То есть легкие должны быть в самую последнюю очередь быть раздеты. То есть мы легкие держим как можно дольше и теплее. Когда мы выходим с воды, мы делаем все наоборот. Итак, перед заходом мы раздеваемся, с ним разбываетесь, там, ботинки снимаете, носки, штаны, потом кофту, куртку, да. Точнее сначала куртку, потом кофту, наверное, да. И в последнюю очередь снимаете вверх. Заходите в воду, делаете резко заходите, уверенно в воду. Не прыгайте, не забегаете, не ныряете, а просто уверенно заходите в воду. Так, как я делаю в этом видео. Зашли, уверенно, от одного до трех раз вы окунулись в воду. Я делаю всегда три, иногда чуть дольше, да. Трех достаточно раз абсолютно. Там, если вы там верующий, вы там перекрестились, да. И так же самоуверенно вы выходите с воды. Смотрите, какие будут ощущения у вас в воде. Самое главное, когда вы заходите в воду, почему я советую делать, даже настоятельно рекомендую, не ныряя с головой. Находится постоянно очень много умных людей, которые рекомендуют новичкам делать это с головой. Говоря, как бы, что если вы делаете не с головой ныряние, то не будет стресса в организме, это там недостаточный стресс, это не те ощущения. Возможно, друзья, не с головой. Мой четкий аргумент. Почему не с головой? Потому что, когда вы ныряете, особенно первый раз, вы не знаете свой организм. И когда вы ныряете в воду, когда вы просто заходите в воду и окунаетесь в холодную ледяную воду, которая 2-3 градуса, как сегодня, 2-3. У меня тут воздух примерно 7-8, но вода 2-3. Вот в такую ледяную воду, это экстремально холодная вода. И если она близка к нулю, то у вас происходит рефлекторное сужение сосудов. Кровь от конечностей отходит. От рук, от ног отходит в область туловища. Все это еще вызывает рефлекторный вдох. Вы вдыхаете, как будто сильно такой вдох делаете. Так природа устроена, понимаете? Вот этот вдох может вас напугать. Он может вас напугать, и вы просто-напросто хлебанете воды. То есть вы можете конкретно захлебнуться водой. И вас это может напугать. Вам станет сложнее выходить. Вас придется доставать этой воды. Не зря стоят спасатели обычно на христианские купания, на берегу. Чтобы как раз таких вот спасать. Поэтому никаких ныряний с головой, друзья, не нужно. Чтобы выделились нужные гормоны, адреналин абсолютно достаточно. Просто зайти в такую ледяную воду. Не нужно нырять с головой, друзья. Если вы потом почувствуете, что надо с головой, пожалуйста, делайте с головой, как хотите. Но большинство моржей в мире делает это не с головой. Более того, еще и шапку одевают. Потому что голова не закаляется, друзья. И те научные исследования, которые я мониторил, никто не говорит, что нужно делать с головой. Никогда не проводятся эксперименты с нырянием с головой. Это считается лишним. Потому что голова не закаляется. А вот спазм, который произойдет из-за того, что ваша голова попадет в воду холодную, так это точно произойдет. И как это будет отражаться на вашем здоровье, непонятно. Если в этом нет необходимости, так зачем это делать? Теперь вы выходите с воды. Вышли на берег. И также уверенно нужно быстро одеваться. Возможно, кто-то должен вам помочь это сделать. Или какой-то халат теплый с собой взять. Да, такой махровый. И резко одевайтесь, быстро. Одеваетесь вы сверху. Сразу же вытираетесь насухо обязательно. Вытираете ноги. Ноги должны быть обязательно сухими. Чтобы вы не одевали носки на мокрые ноги. Это очень важное правило выживания. Люди в дикой природе, которые попадают в переохлаждение или в реку падают. И рядом, когда очень холодно, у них они теряли ноги из-за того, что забывали вытереть ноги. Просто-напросто забывали вытереть ноги. То есть мокрая нога, потом носок сверху. Если это действительно экстремальная температура на улице, там минусовая, да, ваши ноги там закоченеют. Вы их не спасете просто. Конечно, это не так опасно на крещение. Но обязательно вытирайте ноги. Теперь вы одеваете вверх. Одели там, вытерлись полностью, одеваете вверх. Куртку там, шапку даже можно надеть. Потом одеваете штаны, носки, обувь. И обычно руки могут подмерзнуть к этому моменту. Ну, у кого как. У меня никогда не замерзает. Но у новичков могут уже руки окоченеть, да. Потому что кровь от них отошла, когда вы зашли в воду ледяной. Это рефлекторно. Так должно быть. Поэтому, возможно, вам кто-то должен помочь завязать шнурки, да. Или возьмите такую обувь, в которой нет шнурков. Так будет гораздо проще, наверное. Теперь смотрите, какие будут ощущения у вас в воде еще, да. Когда вы будете заходить в воду. Вот это вот ощущение, что отходит кровь. Отходит у вас кровь от конечностей. Из-за этого у вас слабеют ноги. Очень сильно это прям чувствуется. То есть ощущение такое, что вот ноги как будто, знаете, там подкашиваются уже практически. И ноги действительно тяжеловато бывает выйти с воды. Даже сколько бы ты не занимался, все равно тяжело выйти с воды бывает иногда. То есть ты идешь, тебе как тяжело идти. Реально, тебе кажется, что ты весишь килограмм 100 с чем-то вообще. То есть вы будете тоже к этому готовы. Слишком далеко не заходить. Если какое-то сильное течение в этой реке, допустим. Вот у меня здесь довольно сильное течение всегда, это пролив. И чуть-чуть дальше отойдешь, там уже нормальное течение происходит. Вот. И поэтому не надо сильно далеко заходить, чтобы это течение у вас не начало куда-то нести еще, да. Ноги будут слабые, я обещаю. То есть это скорее всего будет так. Кровь от них отходит. Теперь, после того, как вы вышли с проруби, покупались, вы оделись. Вы сразу же оделись. Вы не делайте никакие фоточки, когда вы вышли с воды. Вы не стоите. Вы не стоите раздеты. Вы не стоите и не делаете селфи для инстаграма. Этого всего не нужно делать. Потому что это все должно занять. У вас меньше там двух-трех минут все занятие. Потому что вы не думайте, что это какое-то там 100% целебное действие у воды. Что вы выйдете и вы точно никогда не заболеете. От самой воды вы никогда не заболеете. Но если вы выйдете, начнете еще стоять 15 минут просто на воздухе на каком-то, на ветру еще, да. Еще там, вот как сегодня у меня вообще моросит что-то, туман, влажность. Вы можете потом переостыть по волне себе спокойно, после купания уже. Но в воде никогда. И так, друзья, напоследок еще просто скажу вам пару интересных научных, да, таких фактов по поводу купания в ледяной воде, да. И чтобы вы не боялись туда вообще лезть. Смотрите, я вам говорю, что нужно быстро заходить в воду и выходить, да. То есть до минуты в воде вы находитесь, а все занимает вас максимум 3 минуты. Но, друзья, научно установлено, что даже в ледяной воде, даже если вы, вода ноль, а вода еще бывает минусовой температуры, не только ноль. Бывает температура минусовая воды, и она не замерзает. Это факт. И бывают такие моря, в которых такая вода. То в такой воде вы можете находиться даже полчаса. Только через полчаса наступает переохлаждение. Вдумайтесь в эту информацию, друзья. Полчаса в такой воде вы можете быть, и вы, если вы выберетесь, если все нормально будет, скорее всего вообще с вами ничего не будет после этого. То есть вас спасут, дай бог там все нормально будет с конечностями, с пальцами, да, ну с периферией вашей. То есть руки, ноги. Но вы выживете, все будет нормально. То есть полчаса это подтвержденные факты, спасатели доставали людей после такого количества времени в воде, и все нормально. Конечно, есть люди, которые подготовлены, которые по часу в воде могут сидеть, по полтора часа. И, по-моему, мировой рекорд, по-моему, два часа уже сейчас, на данный момент. То есть два часа в ледяной воде. Вот. Это очень такая, я думаю, интересная информация, чтобы вы понимали, насколько не опасно то, что вы сделаете. Но вы должны понимать, есть ли какие-то проблемы с сердцем, какие-то противопоказания, вам нельзя этого делать. И к врачам идти советоваться вам тоже не нужно, потому что врачи вам всегда скажут, что вам нельзя делать это. Вам не нужно лезть в воду. Я говорю, если нет проблем, нет противопоказаний сердцем, если у вас здоровое, нормальное сердце, друзья, потому что нагрузка на сердце очень серьезно ложится. Когда вы начинаете в эту воду залазить холодную, сердцу тяжело прокачивать кровь, и нагрузка здесь сильная. И вот это шоковое охлаждение, это может вызвать опасное состояние, которое действительно очень опасно. Поэтому, если действительно у вас есть какое-то желание внутреннее сделать это, если вы, вот есть какая-то мысль, вы давно хотели, да, вот так, я бы хотел попробовать такое, да, но боитесь, какой-то страх есть. Друзья, если есть вот это желание, хоть мысль проскакивала, вам точно нужно это сделать, это, скорее всего, ваше, ваш организм туда подсказывает вам, тянет вас в это, понимаете. И вот это вот, это какая-то может даже память, я не знаю, быть там генетическая. То есть люди раньше довольно были закаленные, но сейчас эта функция довольно утрачена уже у многих. Мало кто может купаться в такой воде, и для всех это просто ужас какой-то. А на самом деле заходить, да, холодно, нужно преодолеть вот это сопротивление внутреннее. Сколько я, 8 лет занимаюсь, мне все равно часто, часто бывает, что я прихожу, мне не хочется залазить в воду. Я прихожу в воду, к воде вернее, я смотрю на нее, и я принимаю решение уже возле воды. То есть не надо ехать с дому с мыслями, что я точно полезу купаться, не обязательно. Придите к воде, посмотрите, как другие купаются, посмотрите, почувствуйте эту энергетику. Появится желание, залазьте. Я всегда принимаю решение уже у воды. И вот если есть у вас хоть немного этого желания, сделайте это, поверьте, вы не пожалеете. С воды вы уходите уже совершенно другим человеком. Вы перебороли себя, вы сделали огромный шаг над собой, вы действительно очищаетесь, какие-то мысли, мысли какие-то прочищаются. Вот какая-то энергия накапливается после этого. В этот день может небольшая слабость еще быть, в день купания, но потом уже будет гораздо лучше. Гораздо лучше и появится больше жизненной энергии. Как только вы выйдете с воды, буквально вам будет холодно, еще может быть полминуты, потом станет тепло и жарко. Даже красным может стать. Я вот покраснее, я очень красным становлюсь, то есть жарко становится. Вот на этом ощущении можно попасться и начать делать фоточки для Инстаграм, с кем-то общаться, стоять. Не дай бог вы начнете пить еще спиртное. Это вообще противопоказано. То есть вот это вот жар, который происходит, это вот это приятное такое кайфовое ощущение, к которым привыкаешь. Это очень приятно. Но все равно нужно одеваться резко и идти по своим делам. Ни в коем случае никакого спиртного в этот день у вас не должно быть. Ни до, ни после. Никакого спиртного. Спиртное делает нагрузку на сердце, спиртное делает... Оно не согревает. Это обманчивое явление. Спиртное не согревает, научно доказано. Оно расширяет сосуды, и это не нужно вам делать перед прорубью. Друзья, спиртное и прорубь несовместимые вещи, как в принципе вода, купание в воде и спиртное. Это 100%. Вот. Я вам желаю сделать это, преодолеть себя и сделать это. Неплохой способ начать именно на хрещение. Это отличное время, просто шикарное. И с верой в Бога, допустим, вы пойдете, сделаете это. Или с верой в себя, что тоже довольно хорошо, да. А я уверен, что у вас все получится и все будет хорошо. Сделайте так, как я сказал в этом видео, по моим рекомендациям. Это проверенный алгоритм уже. Я 8 лет этим занимаюсь постоянно, и это работает методика. Сделайте все так же, и с вами все будет хорошо, друзья. На этом я видео буду заканчивать. Вас жду в новых видосах. Буквально еще 2-3 минуты для тех, кто меня смотрит давно. Я хочу передать вам привет, да. Поздравить вас с наступающими праздниками, с наступающим Новым Годом. Сегодня 30 декабря. Завтра будет дождь, поэтому я решил сегодня купаться. Вообще, обычно я 31 декабря купаюсь. Традиционно. Но сегодня 30 декабря. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Спасибо за те комментарии, которые вы мне пишете под видео. Они и меня развивают, и мне очень интересно. Я начинаю искать какую-то информацию. И ищу обычно очень хорошо. Я уделяю много этому внимания. Спасибо за каждый коммент. Особенно хочу выделить отдельно Игоря Листопадова, который часто оставляет хорошие комментарии под видео. Виталий Рахманников, который пишет целые поэмы под комментариями. И они такие интересные. Их так интересно читать. Виталий, очень интересно. Реально, ты такую классную информацию даешь. Видно, что ты сам этим увлекаешься. И прям интересно почитать такие комментарии. Спасибо, друзья, что вы остаетесь на канале. Это реально очень приятно. В Новом Году я вам хочу сказать, что двигайтесь к своим целям. Несмотря ни на что. Я понимаю, сейчас такое время, что можно поставить жизнь на паузу. Поставил жизнь на паузу. Я типа ничего не буду делать, потому что такое в мире творится. Друзья, не ведитесь на это. Двигайтесь все равно к своим целям, чтобы вы не планировали себе раньше. Нет, это не повод жизнь ставить на паузу. Развивайтесь. Что вы хотели? Делайте задуманное. Хотели путешествовать? Путешествуйте. Несмотря на карантин, катайтесь по миру. Путешествуйте, куда можете поехать. Если есть куда-то возможность поехать, поедьте. Поверьте. Все будет с вами хорошо. В следующий год переживем. Все будет нормально. И этот год уже заканчивается. Смотрите, какой сложный был год, а все равно пережили. Друзья, любые времена проходят. И обычно это какие-то новые возможности. Поэтому я вам желаю в новом году круто провести этот год, следующий. Провести этот год и круто встретить следующий год. И прожить следующий год очень круто. Так, как хочется. Так, как хочется именно вам. А не так, как хочется людям вокруг вас, которые смотрят на вас и ждут от вас чего-то, да, постоянно. Я желаю вам жить своей жизнью. Жить так, как именно вам хочется. Быть собой. Постоянно. Не смотреть ни на кого. Кто там что говорит. Кто вас тянет назад. Или там не дает развиваться. Еще что-то. Смело меняйте это окружение, если вам не дают развиваться. И живите своей жизнью, потому что очень легко поддаться под это влияние общественности. И я вам желаю красивой, яркой и веселой жизни. Все. Пока, друзья. Продолжение следует. Продолжение следует.